Это единственная на весь изюм ритуальная организация, работавшая всю оккупацию. Людей нужно было кому-то хоронить. Расположена фирма в жилой высотке, поврежденной несколькими прилетами. А это Виталий Боровой, человек, который собственноручно писал те страшные номера на крестах. Не было возможности переезжать через мост. Не было возможности переезжать через мост, и нам переносили покойников. Мы их здесь забирали, хоронили уже там и отмечали. Пешком к вам вот через этот мост переносили? Да, через пешеходный мост переносили покойников. С какого числа вы стали обозначать эти цифры? С 4 мая. И сколько вы лично написали этих цифр? 280 по 455. На этом кладбище Виталий и его коллеги проводили ежедневно по несколько часов. С самого утра и до вечера. Вот, например, крест с номером 335. Это одно из множества чисел, написанных рукой Виталия. Сколько у вас в день могло быть погребений? Вот больше всего. Возможно, вы цифру помните. Ну, если считать завалов и похорона, самое большее завалов мы возили 18 человек в машину. Только вот в этой высотке, сразу за тем самым пешеходным мостом, по которому носили тела покойников, погибло около полусотни людей. Авиаударом россияне вдавили в землю два подъезда, разрезав многоэтажку пополам. Мы были бы очень счастливы, если бы это кладбище было единственным в нашем районе. Потому что каждый день находим у подъездов закопанных людей. Находим по посадкам. Очень много людей хоронили сами, по домам. Особенно первоначально в результате авианалетов, от ударов артиллерии и так далее. Очень много захоронений. О каком количестве жертв в Изюмском районе, а это изюмы Балаклея, говорится, понимаете уже? О тысячах. Богато. Много трупов гражданских с явными признаками насильственной смерти. Прокурор области водит изюмским лесом посла Франции в Украине. Мимо дипломата непрерывно носят мешки с телами. Думали ли вы когда-нибудь, что в центре Европы можете увидеть вот такое? Нет, нет, конечно нет. Мы видели бучу, мы видели бородянку. И вот сегодня изюм. И представить такое, что мы станем свидетелем таких сцен, таких преступлений, было невозможно. Мы шокированы. От бучи и других пригородов Киевщины изюм отличается тем, что тела здесь не разбросаны по улицам. Так было и здесь, но весной. Город тогда был оккупирован россиянами. До освобождения и момента, когда весь мир узнал масштабы изюмской трагедии, прошло гораздо больше времени, чем в случае с киевскими пригородами. И о многих преступлениях россиян еще предстоит узнать. Вы сами видите, что объем очень велик. Мы планируем к концу пятницы эту работу закончить. Я так понимаю, что есть следующие пункты? Да, есть следующие места. Есть ли подсчеты, сколько на освобожденных территориях вот таких захоронений? Уже известно о порядке трех-пяти захоронений. На дверях единственной работающей ритуальной конторы график с 8 до 15. Но с начала вторжения его здесь никто не придерживается. Почти шесть вечера. Виталий Боровой, забежав на несколько минут в контору, снова возвращается на кладбище в изюмском лесу. У вас были выходные? Хоть один день выходной был? У меня нет. То есть каждый день были похороны? Да. Как вы выдерживали это все? Да ну как? Я еще сам не знаю. Еще не понял. И вы сейчас снова едете работать? Да, там похороны и уже на завтра. Завтра по селам теперь, где завалены люди, погребы. С завтрашнего дня с полиции начинаем. С патологоанатомом из морга и мы будем ездить, собирать покойников, свозить опять в морг и хоронить будем. Мария Малевская, Александр Брынза. В рамках марафона на канале Freedom.